Здравствуйте, господин Сироштанов. Мы сегодня с вами встретились в Болгарии, город Пазарджик. Завершается тренировочный лагерь. До этого был открытый чемпионат европейских клубов дзюдо. Вы приехали со своими ребятами, с юными дзюдоистами на это мероприятие. Но мне хочется сегодня поговорить не о самом мероприятии, а о том, как вы представляете Южный Сахалинск. Но я знаю, что вы родом из Севастополя, да? И там тренировались, и преподавали дзюдо. Как так сложилось, что Севастополь, Южный Сахалинск, такое дальнее расстояние? И насколько различны ли дзюдо в Севастополе и в Южный Сахалинске на ваш взгляд? Ну, начну с того, что я не так, что я родом из Севастополя. Я родом из Владивостока и начал заниматься сам как спортсмен в Владивостоке. Но так как отец был военный, да, и после окончания службы мы переехали, я переехал вместе с родителями, с нашим братом из Севастополя. Там продолжил занятия как спортсмен. Там проходил учебу в школе, потом поступил в институт в город Харьков, также занимался. Вернулся опять в Севастополь еще спортсменом и потихоньку начал тренировать. После окончания, так скажем, спортивной карьеры, да, судьба распорядилась, что попал на Сахалин, совершенно внезапно мне поступило предложение. Я ушел в морях. Я был, ходил на кораблях за крабами. Вот, я несколько лет был в морях, потом после этого остался на Сахалине, в Южно-Сахалинске, и стал опять потихонечку тренировать. С 2007 года я уже так постоянно активно занимаюсь тренерской деятельностью, да, в спортивной школе. Ну и параллельно еще как бы выступаю сам на турнирах, больше ветеранских. Вот, разница, когда я попал на Сахалин, конечно, существенная, для меня была ощутима разница именно самого тренировочного процесса, самого, самой подготовки спортсменов, которая была, допустим, она отличалась на материке, так скажем, Севастополе. Уровень, я скажу, что он был низкий. Он был низкий, он и сейчас еще недостаточно высок, потому что, если брать хотя бы уровень первенства России, да, так как больше у нас поставлен остров, и понятно, что дети, молодежь подрастают, больше разъезжаются, да. Поэтому весь упор у нас поставлен на воспитание именно юношеского спорта, немножко юниорского, вот. И, конечно, уровень, я еще раз повторюсь, слабый, потому что... Вы имеете в виду соревновательного джидоа? Соревновательного, да. Хотя бы я беру уровень не Дальнего Востока, да, где уже потихонечку, допустим, мы начинаем цепляться, показывать какие-то результаты и отбираться на Россию. Но дальше мы не можем пройти, потому что, во-первых, остров, большая отдаленность, мало выездов, мало соревновательного опыта, мало, то есть, скажем так, что даже квалификация тренеров, она недостаточно на том уровне, чтобы достаточно преподавать детям, да, чтобы они лучше выступали. Но, на ваш взгляд, это все-таки связано с тем, что все-таки отдаленность от европейской части, от центральной части России, что невозможно, ну, достаточно проблематично, да, добираться до вот этого. Да, это и проблематично, и, в первую очередь, да, конечно, финансовая часть. Потому что я вот, когда жил в Севастополе, тренировался, и мы еще из Советского Союза, да, мы ездили везде. То есть мы ездили, государство обеспечивало, если ты попадал в сборную, то мы разъезжали и по Украине, и по России, по Советскому Союзу, и также выезжали уже на международные старты. Вот, и даже сейчас это проще делать в материке, чем в Южно-Сахалинске. Конечно, тот недостаток опыта соревновательного и для тренера, потому что нужно чаще выезжать, нужно сделать и такие мероприятия, да, которые-то не есть. Если, допустим, мы приехали в первый раз, и я очень благодарен на то, что дети наборолись. Потому что вот как для меня это было дико. У нас был в Севастополе, да, он тоже, Крым, и у нас был круглогодичный процесс тренировок. То есть школа заканчивалась, лето, и мы тренируемся. То есть еще с удвоенной силой. Вот, нам давали немножко перерыва. На Сахалине по-другому. То есть заканчивается май, и июнь, июль, август практически дети не тренируются. Опять начинается сентябрь, недолго втягиваются. И вся подготовка, уход на смартфон, конечно, это сказывается именно на результативности. Ну а с чем это связано, вот такой промежуток, 3 месяца ничего не делали? Это чисто потому, что климатические условия какие-то? Да, во многом, что родители, как, закончился, пытаются, конечно, куда-то выехать на материку, за границу отдыхать, куда-то там на Украину. То есть там, а в Россию, где есть море, то есть вывозят детей. Где более теплый климат, мягкий, да. Чтобы немножко что-то, дети получили солнце, родители уже отводят в отпуск. Вот, поэтому, как бы для себя, я вот, как бы уже взял за правило, да, немножко детей вывозить, потому что хочется, есть амбиции тренера, да, хочется, чтобы что-то дети показывали, чтобы они чего-то добились. Чтобы им это помогло в жизни, в спорте, там, получить образование. Потому что спорт все-таки, оно дает многое, если ты к нему серьезно относишься, да. Поэтому, ну, так. Я разговаривал до этого также с представителем Южно-Сахалинска Валентином Кардаш, да, это достаточно известная фамилия в Южно-Сахалине, да, их два брата. Вот, занимаются, они часто, как бы, ездят в Японию, курсы, да, там, и так далее, обмен опытом. Вы, когда начали тренироваться, вы тоже сейчас, как бы, вовлекаетесь в это, вы тоже ездите в Японию, что-то там узнаете, или вы пока еще не были? Нет, нет, я уже, у нас получилось, что я, один раз мы ездили, детей возили в Корею, вот. Один раз мы выезжали, я тоже выезжали в Японию, в Кадакан. Все это, конечно, за свой счет. Ну, на ваш, вот, когда вы побывали, вот, да, в Японии, в Кадакане, в Корее, ну, особенно мы возьмем в Японию, представление о дзюдо у вас изменилось? Я хочу сказать, что мое представление о дзюдо, насколько тут оно было у меня, оно, можно сказать, поменялось, как бы, с ног на голову перевернулось. Вот, потому что, то есть, ну, получить те знания, так скажем, с истоков, да, смеки, этого вида, для меня произвело очень большое впечатление. То есть, я, как тренер, набрался очень многого, так скажем, материала, да, много информации, той, которую я получил. Дети, может быть, они еще не до конца осознают, что, что это такое. Ну, для себя, потому что каждый новый какой-то выезд, каждый момент, тоже в Японии, много дало мне, я это пытаюсь дать детям, да, чтобы, понятно, все скопировать нельзя. Ну, как бы, пытаюсь и там что-то там же взять, там потихонечку где-то выезжаешь, что-то берешь, добавляешь, ну, дай бог, чтобы что-то получилось. Ну, вот эти выезды, конечно, они дают многое. И потихонечку, как бы, стал детей, да, вот, своих воспитанников вывозить вот на, это тоже московский турнир мы выезжали. У вас вот сын тоже, да, увлечен дзюдо, ну, наверное, по стопам отца, так сказать, видит. Как, на ваш взгляд, вот детское дзюдо должно быть больше соревновательным или все-таки больше познавательным? И с какого момента все-таки надо уже больше, допустим, ну, давайте так, детское дзюдо это больше познавательное или больше соревновательное? Ну, вот сейчас, если так смотреть, да, вот мое мнение, динамика дзюдо, ну, как-то, не знаю, она двигается вперед, я просто где-то смотришь интернет, где-то какие-то диски, да, смотришь, что дети борются там дзюдо там с трех, да, с четырех, с пяти, и смотришь, уже проводятся какие-то соревнования. Я не могу сказать, насколько это хорошо или плохо, но для меня, кажется, дзюдо детское, оно должно быть больше пока познавательное. Познавательного характера, то есть это, может, форма игры какой-то, то есть туда больше познавательное, чем соревновательное. И потихонечку уже, наверное, через какой-то там промежуток, ну, время, да, когда уже ребенок немножко понял, что это, когда он познал какую-то технику, начинает, ну, приход какого-то сознания, и, конечно, уже можно давать и соревновательный опыт. Ну, он тоже, я считаю, необходим, потому что, опять-таки, я могу сказать, что для нашего региона это очень важно. Вот теперь такой немножко вопрос. Ну, есть такая тенденция, мне кажется, это во всех клубах дзюдо в Российской Федерации, что, как бы, детское дзюдо, да, накопляемость залов или клубов дзюдо достаточная, но есть такая пропасть, потом происходит, когда ребенок уже вырос, и почему-то он заканчивает заниматься дзюдо. На ваш взгляд, почему вот происходит вот такой резкий обрыв там, почему нету как преемственности вот этих поколений, почему, допустим, вы, несмотря на то, что вы занимались, да, вы сейчас так же все равно тренируетесь и участвуете в ветеранских, да, соревнованиях, а есть все-таки большая пропасть в клубах. Есть дети, есть немножечко взрослых, и совсем практически нет, совсем взрослых. Если они есть, то в основном тренера, а не те, которые когда-то занимались в детстве. С чем это связано? Связано с получением травм или просто, как, знаете, наелся и больше не хочу? И как привлечь все-таки или оставить в дзюдо тех, кто каким-то образом не получается в соревновательном дзюдо, но его оставить, как, ну, вот в таком ракурсе? Если, конечно, понятен мой, как бы... Нет, я понял, ну, я не могу сказать, что, допустим, я просто не могу, как бы, то, что, ну, владеет информацией, насколько где есть большие провалы, да, кто бросает дзюдо... Ну, вот как у вас, допустим, вот у вас в клубе? Я могу сказать, что, если взять опыт Севастополя, то у нас там была и осталась преемственность именно поколений, те спортсмены, которые, допустим, были старше меня на гораздо больше, старше меня там на много лет, они все равно, когда заканчивали спортом, но они все равно там два раза в неделю, они приходили в зал, они все, как бы не в мире спорта, не тренерской, то есть работают по тем специальностям, где они уже в жизни устроились, но они обязательно приходили в зал, да, передавали что-то, какой-то опыт младшим, боролись, то есть они, как бы, в части, это как бы жизнь, да? Семья такая, они... Да, да, то есть это как такая семейственность, и оно ушло, ушло, и там поколение, поколение, после меня остались, да, ребята, которые так же, оно осталось. Я не знаю, где, на Сахалине, конечно, этого нет, этого нет, не знаю, по многим, может быть, фактам, может быть, это травма, может быть, это, опять-таки, наше время, где, ну, как говорят, время меняется, условия жизни, может быть, опять это, может, отражается на какой-то, ну, там, финансовой части, да, какой-то мотивации, стимуляции спортсмены, может, поэтому, если взять дальний воскрок, кто борется максимум спортсменам, там, 23-25 лет, я борюсь там, в Дальнем Востоке, там, 41 год, и, конечно, для меня, как бы, дико, вот, 22-23, он считает себя уже ветераном старым. Опять-таки, я могу сказать, что, наверное, в Советском Союзе, где были вот эти спортинтернаты, там, спортроты, то есть, нормы ГТО, когда это была все программа, да, нашего государства, то и было какое-то спортивное долголетие больше, вот, потом это как-то все пропало, и те условия, в которые попадают сейчас, допустим, молодые ребята, они борются, 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 потом у них, насколько я знаю, у некоторых выступают в институты, и, если раньше в каждом институте была спортивная кафедра, где приветствовала занятия спортом, да, не просто физкультурой, а спортом, и это поощрялось, то сейчас, я во многих знаю местах, этого уже нет, и руководству, допустим, какого-то института неинтересно, чтобы его, допустим, так скажем, ученик этого заведения что-то, понятен, накладывается отпечаток, что это грузит на человека, на спортсмена, да, и потихоньку, потихоньку, может быть, оно как, ты выходишь из этого ритма, и потом уже тяжелее втянуться, ну, это моя точка, ну, как бы, мое видение вот этого, какие еще факторы есть, я, как бы, не могу за все судить. Андрей, вот сейчас, в этом году 100 лет дзюдо в России, потому что ровно 100 лет назад в Владивостоке появился первый клуб дзюдо, Василий Ощепков открыл его и показал российским гражданам, да, что такое дзюдо. На ваш взгляд, дзюдо сегодня, вот так, пройдя, так сказать, век, стало интересней, познавательней, расширилось ли, или все-таки какой-то идет некий такой, все-таки упадок интересу дзюдо, вот как вы думаете? Я надеюсь, что нет, я думаю, что, наверное, упадок не происходит, все-таки, ну, как, вот ты ездишь где-то по городам России, да, где-то за границей, не знаю, мне приятно видеть, мне это, наоборот, как-то, ну, и радостно, и стимулирует, наоборот, как-то, приехать домой, еще больше как-то, ну, заниматься этой деятельностью, сюда привлекать детей в этот вид спорта. Мне кажется, упадка, ну, я думаю, что его нет, но надеюсь. Ну, и в России дзюдо плавно переходит в новый этап, во второй век своего существования, и надеюсь, да, что оно будет продолжаться еще до 200, 300, 400, 500 лет. Ну, если смотреть пока-таки по популярности, то, насколько, вот, мне было интересно, сколько, вот, на земном шаре, сколько федераций дзюдо, да, там, получается, за 200, 200 федераций, и по своей популярности дзюдо занимает второе место в мире после футбола, вот, по количеству федераций развивающих, ну, этот вид спорта, поэтому, я думаю, что... То есть, на ваш взгляд, дзюдо, это достаточно интересный, познавательный, ну, и хороший вид такого, ну, как искусства, да, для развития своих физических качеств, да? Ну, я, да, это мое мнение, я в этом, как бы, убежден, я, я не знаю, как бы, дзюдо, это, ну, так скажем, это тоже, как бы, смысл жизни, да, но мне он очень нравится, я его очень люблю, и, как бы, хорошо, когда ты занимаешься тем делом, которое тебе доставляет удовольствие, поэтому, думаю, что оно не придет в упадок, это все-таки действительно красивый, динамичный, зрелищный вид спорта, скажем так, как бы, ну, демократичный в плане самого спортивного состязания, и я думаю, что все-таки дзюдо дает еще какое-то и развитие не просто физическое, да, оно дает еще какое-то развитие и умственное, и нравственное, что сама, ну, так скажем, философия, да, дзюдо, что оно дает именно вот это человеку личности, поэтому дзюдо продолжается, дзюдо, наверное, оно есть, было и, думаю, будет. Спасибо большое, всех вам. Спасибо.